Вспомни Лузников. Барак, кровати в два яруса, человек на сто. Проход во всю длину, тумбочки, портянки, запашок специфический лагерный. Все как в пионерском лагере. Жесткий режим, подъем, отбой, обед, личное время, прогулка. Все размерено. И пространство, и время. К ним вирус зайдет, всех покосит. Мы сейчас так же живем. Самоосуждение и самоизоляция. Трудно им там, в зоне. Христос как-то своим ученикам сказал, посетили узника? Меня посетили. Да и нам на свободе трудно. Думаем. Почему? Что это значит? Суеверные люди, а их много, в трудные времена, они всякой чепухой заполняют воздух. Даже патриарх, вроде мужик грамотный, да к тому же святейший, а вот падиш ты, тоже войну благословляет. Да и большинство религиозных лидеров спешат заявить о своей лояльности власти. Вот и разливается ненависть на улицах наших. И в храмы затекает. А может из храмов и вытекает. И вопрос возник. Господь. Почему? И правда. Почему? И зачем? Мы ведь так веровали. Мы столько храмов понастроили. Мы столько икон нарисовали. У нас батюшек больше, чем врачей. Господь даже не повернулся. Сказал только архангелу, иди, расскажи им, какие они святые. Архангел сильно сморщился. Не понравилось ему задание. Не хочет он идти к нам. Но пошел. И рассказывает. Вы, ребята, врете по привычке? Или вирус у вас рассудок повредил? Сколько народу в ваших тюрьмах сидит без вины? Сколько там свидетелей Еговы? За веру осужденные. Рассказать вам, как вы преследуете, оскорбляете братьев протестантов? Рассказать вам, как вы ведете войну против украинцев? Рассказать вам, как вы ведете войну против Грузии? Рассказать вам, как вы убиваете ваших инакомыслящих? Рассказать вам, как вы людям зарплату в 10-15 тысяч рубликов назначаете, а себе миллионами гребете? Рассказать вам, как вы себе дворцы строите по всему миру, а простые люди не могут избенку для себя и детей своих соорудить? Рассказать вам, как вы беззаконные законы стряпаете в угоду себе и на страх простолюден? Разошелся архангел, глаза молнии извергают, из рота вместе со словами пламень выплескивается. Кайтесь, развернулся и исчез. Только листок остался. Я взял, прочитал. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева – день сей, день скорби и тесноты, день облака и мглы. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа. И разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Субтитры создавал DimaTorzok